Внимание и забота. Вот чего не хватает детишкам из дома ребенка. Поэтому волонтеры Рязанского медицинского университета заменяют им маму. Они вместе кушают, гуляют и играют. Приходят три раза в неделю. За это время становятся совсем родными. Я начала заниматься 7 лет назад. Случайно. Мне просто предложили приехать сюда покрестить малышей. У всех малышей крестим, у всех есть крестные. И мне тогда сказали, что я могу посещать своего крестника, так называемого, новоиспеченного. И начала приходить потихонечку одна. Потом начали со мной ходить девочки со школы. Потом появилась идея у первокурсников тогда из медуниверситета. И вот мы познакомились. Уже поступив в университет, у нас сформировался такой крепкий дружный отряд. Отряд существует уже более 7 лет. В его составе более 100 человек. Воспитатели отмечают, что будущие медики надежны, постоянны и профессиональны. Поэтому им доверяют многие уникальные задачи, на которые не подходят обычные волонтеры. Одна из таких – прогулка с малышами. В группе семьи у нас двое-трое сотрудников на 7-6 детишек. И иногда гуляние с маленькими детьми представлять, организовать достаточно сложно. Поскольку в плохую походу надо одеть, раздеть, дети разновозрастные. И тут ребята подключились и фактически взяли на себя вечерние прогулки с малышами. Это, конечно, очень помогло тому, что практически каждый ребенок у нас проводит определенное количество времени на улице. Это результат, которого мы не могли в течение многих лет добиться. В Рязанском доме ребенка находятся дети от 4 дней до 4 лет. Все они отказники или те, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации. И практически у всех есть патологии. Каждый пятый ребенок имеет ограничения по возможностям здоровья. Каждый десятый – инвалидность. Медицинскую помощь им оказывают на месте. Однако иногда детей приходится класть в стационар. Все стационары просят помощи в уходе за нашими воспитанниками. А штатным расписанием это не предусмотрено. Поэтому, выделяя сотрудников, мы снимаем их из групп, уменьшая количество взрослых в группах. И это не очень хорошо сказывается на других воспитанников. Студенты Рязанского медицинского университета заступают в ночные дежурства у колобальных детей. А утром идут на занятия. Подобной практики в других регионах России нет. Воспитатели отмечают, что она крайне эффективна. Несмотря на тяжелый режим, волонтеры в помощи никогда не отказывают. Алена Мартышова уходит в дом ребенка с первого курса. Я поступила на педиатрический факультет. И я решила, что это будет хорошей практикой для меня. И когда я сюда пришла, я поняла, что это не только практика, но и куча положительных эмоций и очень приятное времяпрепровождение. Сотрудники дома ребенка доверяют студентам Рязгому своих воспитанников. Они рассказывают, что те имеют нужную квалификацию, умеют правильно общаться с малышами и находить к ним подход. А для волонтеров это прекрасная практика, которая помогает увидеть будущую профессию изнутри. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».